Дорогие друзья, вы находитесь на канале Талы Хухрянской, то есть на моем канале, который посвящен ручному творчеству, живописи. Сейчас я рисую и пока выйдут мои готовые работы из-под кисти, я вам хочу предложить, чтобы вам не так грустно было в эти морозные дни. И сегодня 25 февраля, ожидать прихода весны, я вам предлагаю посмотреть вот эти весенние и летние сюжетики, которые были сняты в моем саду. А моему саду в этом году исполнится уже 20 лет и вот за это время здесь выросла такая красота. Свои картины я рисую по фотографиям из интернета, из компьютера. Это не картинки, а реальные фотографии, сняты моими дочками или другими людьми чужими. Но оказывается у меня в саду очень много прекрасного материала для живописи. И я буду, конечно, все это использовать. Сейчас мы находимся в полудиком уголке моего сада. Здесь вот преобладают такие растения, как седумы, различные сорта. Это растения, которые зимой сохраняют свежесть своих листьев. Они не усыхают на зиму. Это ваточник сирийский. Прекрасное растение. Медонос хороший. Запах прекрасный. Цветочки красивые. Мне очень нравится вообще это растение. Но пришлось извести из своего сада. У меня больше ваточник не растет, потому что он распространяется, как сорняк. И его потом не изведешь. Это лилии. А сейчас мы вот дошли уже до моих грядочек с ирисами бородатыми. Это сорт называется Starship Enterprise. Ирисы это мое любимое растение. И вообще они фавориты моего сада. Они занимают большую часть всей площади. И моя коллекция сейчас насчитывает более 500 сортов. Но сюда входят сорта и высокорослые, вот эти, которые вы видите. И карликовые, интермедия, то есть среднерослые. Но все подробности можно увидеть на другом моем канале, который посвящен именно растениям. Это второй мой канал. Он так и называется. Талахухрянская. И ссылочка есть под каждым видео. Если кому-то, если кому-то будет интересно, то посмотрите по этой ссылочке. А здесь вот под лиственницей растут у меня дикие растения, которые самые посеялись. Например, дикие фиалочки. Но они сейчас не цветут и поэтому их не видно. Это герани снова. И дальше дорожка ведет к посадкам ирисов. Вот за этой елочкой. Ромашечки тоже седумы здесь и немножко правее. Там тюльпанчики, нарциссики. Их сейчас пока еще не видно. И здесь лилейнички, лилии. Ну, это не грядочки. А здесь они растут, ну, как бы в разброс. А грядочки с лилейниками дальше. Это лизимахия. Ой, красивое растение. Называется еще другое название. У него есть вербейник. Вот такими желтенькими цветочками цветет. Такие колоссовидные соцветия. Очень привлекают к себе пчелок. Хороший медонос. И вообще очень красивое растение для сада. А это мы уже перешли на другую сторону. Здесь вот растет монарда. Розовыми цветочками цветет. Которую можно употреблять для чая. И свежие листики сушить можно. И листики, и цветочки тоже. Монарду называют еще бергамотом. За сходство запаха с цитрусовым растением бергамот. Это розочки. Опять мои флорибунда. У меня раньше было очень много сортов роз. Для красоты я не занималась розами профессионально. А просто для украшения сада. Я за ними ухаживала, укрывала на зиму. Было 50-60 кустов. Когда как. И большая часть вымерзла. В суровые зимы вымерзли даже укрытые розы. В основном это были чайно-гибридные. Это вот жасмин. Жасмин не махровый. Махровый у меня еще не затвел. Он очень молоденький. Но цветочки будут красивые. Такие как розочки. И запах такой же сильный и приятный, как у обычного жасмина. Но куст очень большой. Места ему нужно очень много. А это кустарничек. Японская спирея. Наоборот, места нужно не очень много. Потому что ширина куста будет уже в достаточно взрослом состоянии. Не более 80 сантиметров. Вот эти все отцвевшие цветочки нужно удалять. Тогда будет повторное цветение. Осенью еще. Здесь вот уголок тоже, который я очень люблю. Вот это слева большая сосна, которая выросла из семечки. И под сосной растет вот этот можжевельник китайский. У него желтая хвоя на концах. Очень красивый. Тоже выращен мною из маленького-маленького такого саженца, который я купила в питомнике в маленьком стаканчике. Это овсяница. Сизая декоративная травка. Очень красивые кустики. Ой, а это куст большой. Это тамарикс называется. Это непонятно то ли дерево, то ли куст. Но относят его к кустарникам. Растет как деревце. Высота его может быть 5 метров. До 5 метров. И в ширину тоже очень сильно разрастается. И цветет такими пышными соцветиями. Мелкие-мелкие цветочки. И издали смотришь как облако. Листиков еще нету. А потом после цветения появляются листики. Они такие маленькие, как иголочки. Но это не хвойное растение. Листики мягкие. Опять здесь мои розочки. И хотя сейчас вот говорят, что выведено много сортов роз, устойчивых, за которыми облегчен уход. Но на самом деле я этого не заметила. Все-таки роза, хоть она и царица наших садов, но требует очень большого внимания и ухода, тщательного ухода за собой. Потому что вот на протяжении всего сезона постоянно нападают какие-то вредители. То гусеница, то тля. И надо иметь всегда под рукой опрыскиватель с каким-то раствором яда, химиката, чтобы бороться с этими вредителями. Ну и также обрезать регулярно вот эти отцвевшие цветочки, сухие веточки, подкармливать, следить, чтобы вовремя были политы. Самые неприхотливые растения в моем саду, ну это как мне кажется, это лилейники. За ними вообще никакого ухода практически не нужно. И они не боятся вредителей. Не то, что не боятся, на них просто не нападают никакие вредители, никакие болезни. Поливать их, ну нужно, конечно, в засушливые периоды, но без полива с ними ничего не сделается тоже. Они очень выносливые. Ирисы тоже выносливые очень. Их можно вообще не поливать. Вот единственное, что одолевает только бутончики, ирисовая муха нападает. Надо брызгать. И в отдельные годы, когда очень сырая и прохладная погода, может напасть ирисовая гниль. Вот, а в целом, вот весь сезон уход почти им не нужен. Такой, как вот для роз. Это вот опять седумы мои любимые. Это седум видный. Вот смотрите, как он красиво цветет. Вот такими шапками мелких звездочек. Пчелки кружатся над ним. Потом цветочки, когда заканчивают цветение, появляется такой зеленый коврик из плотных листьев. И по седуму можно ходить. Он практически не вытаптывается. Но он быстро восстанавливается. Даже если вытопчется, то быстро восстанавливается. Это герани, которые подготовлены к высадке в маленьких горшочках. Всем большое спасибо за участие в этой маленькой прогулочке по моему саду. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И обязательно при этом нажимайте на колокольчик. Иначе ваша подписка не будет эффективной. С вами была Тала Хухрянская. До встречи!